всем привет еще раз мы уходили чтобы вернуться снова и уходили ненадолго и перед вами бейт вигейминг с вами студии рухап это дота 2 champions league сезон 5 переходим драфтом представляет легкую регистрацию для перехода достаточно номера это я не разумеется ну можешь можешь продолжать я понял да в общем друзья мы ждали этого действительно очень долго и вот наконец-то мы этого дождались ну ладно не очень долго всего час 20 и вот теперь мы собственно смотрим за этой игрой за бейтами которые пытаются выиграть хотя бы одну карту на турнире для начала ну и вигейминг которые вчера выглядели неплохо и вообще не все эти дни выглядят неплохо на мой взгляд одна из команд претендентов на попадание в dpc цикл через отборочные конкуренции конечно будет но я думаю что этим парням вполне себе по силу и у бейт предстоит очень тяжелая игра ты говорил про две замены я тебе скажу что еще новые две замены а то есть вот так вот никто никто мастер и и лагуна будут у нас играть на 3 4 позицию и у нас есть такой документик с ростом команды того же у бейтов скоро закончится место для для замены уже но дэнди на месте то самое главное наверное в принципе да посмотрим главное уже хоть какой-то результат показать добиться так сказать успеха по драфтам что здесь у нас очень быстро драфтит вигейминг забирают себе террор блейдом как саппорт пока непонятно вообще как они кого будут использовать но бист определенно тройка бейн определенно пятерка либо четверка на ласт пик будет либо мид либо кэри потому что инвокер может быть четверкой хотя это конечно очень большая редкость четверкой может быть манки кинг и тогда кэри героя заберут ну либо же герой четвертой позиции под вестмастера который будет помогать душить тб и джеки роса но в гейминг остается стройка кстати очень круто что у них тройка остается потому что они сейчас посмотрят против кого им стоять против манки кинга или какого-то другого героя которого доберут себе бэйт храма скорее всего на линии как раз откатает у него там были тоже матча персонажи да и в принципе у них все хорошо смотрится вот только джеки роса давненько я тоже не видел не встречался тебе в матчах не встречался нет не помню последний раз на инте помню когда там спирита брали его где-то под конец но в принципе джеки рос джеки рос давай-ка я знаю что озвучу пока коэффициент от наших партнеров извин line вот можете ознакомливаться также по баннеру клика по трансляции но на данный момент ситуация такая что на весь матч коэффициент на бейт 7 а навигейминг 1.08 вот так вот это рекорд можно сказать ну для dota 2 чемпионс лиги наверное потому что бэйт и бэйт и проигрывали какие только не проигрывали карты они проигрывали даже игры где казалось бы уже все уже должны были побеждать ну даже такие катки они сливали так и у нас дровка появляется да все таки это мк-четверка но теперь они точно знают что draw рейнджер в качестве кора и можно забрать под нее именно третью позицию что хочется забрать когда ты видишь дровку учитывая что здесь будет земель и земель и уже хорош ну кстати это такой это интересный вариант он будет ну он пеньками может закрывать от сплитшота на с одной стороны с другой стороны ломает деревья вызовом пеньков ну и пусть неплохой получается у команды тогда есть джеки роз есть значит профит да это уже ли на повышке побьет профит пеньков подставить джеки роз плюнет по тавру прочный верт спирит герой с 2 прибавкой силы в игре после кентавра так что думаю здесь все абсолютно логично вот но тут я не готов вообще вот на драфты смотреть тут сейчас все внимание на игру будет full focus на игру но вчера вот в этом очень сложно было играть просто там буквально две по 25-20 минут против браимов как раз ну браимы сильные были да но опять же тут у баэтов два вида поражения либо они проигрывают быстро и сразу либо они начинают вести но не могут потом дотянуть никак и ничего с этим не поделать вот никак никак не могут ну да иди на своем сигнаторном инвокере все сейчас пойдет электрик сейчас пойдет жара я очень этого жду на самом деле искренне тоже последнего все ждем все наводить перед играл очень много сейчас такое заезжали ти будет поднять щиты давайте давайте чат просыпаемся 6000 на стриме уверен что будет 26 к концу первой карты главное нам подольше растянуть поднять щиты за дэнди поднять щиты за вигейминг болельщики вигейминг я думаю что у этого коллектива тоже появляются какие-то почитатели но во всяком случае я например подтапливаю за них мне кажется они очень перспективные и талантливы единственно конечно расстраивает что все-таки продолжает меняться состав нет никак стабильности окончательно ничего дпс сезон придет состав залочится и все будет нормально ну поехали поехали мастере дэнди да я дал уже неважно бенди и его команда в любом составе постоянно он как знаешь как олицетворение дота он как герой который даже отправляясь в таверну респауниться и вместе с ним потом выходят лейн крипы и вот они каждый раз разные и в данном случае у него тиммейты каждый раз разные то есть у него постоянно все обновляется но дэнди естественно кстати говоря вот что отличает эти две команды одна уже находится во втором дивизионе то есть она себе место получила все мы помним эту историю с тем что бейт вылетели из второго дивизиона вступили в хастлеры переименовались в бейт потом опять ну остались но расформировались менеджер хастлеров не отдал слот дэнди после чего valve вернули слот бейтом и я так и не понял если слоту x хастлеров тут очень запутанная история как я понимаю этот слот как раз им и передали так тут нам пишут в чат что нужен рехост ну спрашивает можно ли рехост можно ли да админ пока афк но в принципе бейты не против сейчас узнаем у админа я думаю 6 так ну что мы тогда сейчас на заглушечку идем наверное подождаем все вернемся к вам окей и и и и и Продолжение следует... 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 Деревья сломал И профит ломает, и земель ломает Так что здесь сразу несколько героев Которые могут сбить Манки Кинг с дерева Это всегда приятный момент Хейст тут лишился небольшого количества маны Но зато смог подбить Крипочка Да, и у Дэнди прям 9-2 на 4-1 пока что Лина его продушивает, продушивает И уже сейчас бутылка приедет к Лине А после того, как приедет бутылка Продушка продолжится Очень жесткая Что у нас тем временем на боте У Вайленда 6 на 3 Неплохо, стоит спокойно Я думаю, здесь пока земель С Фурионом добраться до него не могут Тем более здесь с Бейном Мне очень хочется размениваться по ХП Какие-то вступать в драки Плюс регены тоже у него есть Друга с топориком Зато посмотри, сколько у Террор Блейда крипов Да, 15 на 7 моттб вообще на фри стоит Но там один Джекирос гоняет просто двух персонажей Посмотри, я камеру, не знаю, минуту назад туда наводил Я вижу, как Манки Кинг с, наверное, четвертью здоровья и Бейсмастер Просто бегают от одного Антохи на Джекиросе Но он очень сильный Он, в принципе, для этого-то и берется от Джекира Для того, чтобы вот такими вещами заниматься На всю ману У него появляется Ликвид Файр, который мана не требует На всю остальную ману он закидывает дуал Брессы И это очень больно И посмотри, сколько у него регенов, сколько у него мангусов Просто все в расходнике, варды и просто ходят по кулдауну Он сейчас все положит на то, чтобы, ну вот Кларити ему сбили Ну ничего, три манга еще есть Он все положит на то, чтобы Бейстмастер Манки Инг вообще ничего не сделали Террблейд будет просто огромный А на центральной линии у нас Хейс прогоняет Дэнди И на миде разрыв В шестнадцать шесть на миде Восемнадцать четырнадцать Ну тут Как бы уже близится конец игры Такое ощущение Потому что, конечно, сапог у Террблейда Манки Кинг забрал Но я думаю, что это не страшно Тем более мастере, вон, все Мастер и наигрался Он уже пытается переметнуться к врагам Перебежь Дезертирует, да, через линию фронта Так нельзя, конечно Так, ну и Бейн, судя по всему, сейчас будет отправляться в таверну Потому что великолепный бодиблок Здесь какое-то замедление пытается дать что-нибудь Нет, Бейн все-таки выживет Можно на развороте и дровку побить Ага, все-таки доигрался бист Да, мастер все-таки догулялся там в чужом лесу Ой, ну, ФБ, то есть Террблейд 23-15 Забирает Ферстблат Инвокер 10 на 3 лина При этом 23 на 7 И профит 10 на 7 против дровки 14 на 5 То есть профит в свою линию стоит плюс-минус наравне Немного напрягая дровку Сам чуть недополучая Но центральные верхние линии Я уже переключился на Детворса Вижу, что здесь на 500 монет просто Опережает лина даже больше А ты посмотри, насколько ТБ опережает вообще Ну, там, на тысячу он инвокера На пятой минуте Это какие-то нереальные значения Все, и Хейс продолжает Он прям вообще не дает Денде подойти Ну, и, кстати, правильно делает Что это Лина Ей нужно продолжать вот так вот играть Он вчера так уже Молодого талантливого мидера Команды Empire Шисуи убил Ну, Денде неплохо здесь огрызнулся Но там два заряда ботла еще есть А у Денде нет ничего Поэтому Хейс абсолютно спокойно продолжает И третьим Драгонслейвом И еще раз попадает Ну да, он каждым Драгонслейвом Просто попадает И крипа добивает И это несложно Но Это нужно делать Так, у Хейса здесь еще и струнка богатства Через, меньше чем через минуту Появится уже И еще ровно дополнительные И также Балунтосы тоже Поэтому у него регена здесь достаточно Он может просто обмазаться А у Денде Пока бутылки нет Ее и не будет Как я понимаю Ой, как же хорошо Тиро Блэйд работает Он вызывает Рефлекшн И Манки Кинг с Бестмастером Не могут чейзить Джакира Это такое прям дополнение Потому что Джакиросу Единственное, что неприятно Что его иногда Вот они гонят вдвоем Под замедло Так здесь и с Кабаном Как быстро расправляется Тоже посмотри Его поджигают разок Прораблейд выходит Дают две тычки Манки Кинг пытается Он уже пару раз так сделал Утвоит крипов между ТВ-рами Но Здесь может мастер И за это пострадать Не успевает на ТП даже уйти О, то есть он потратил ТП Развал И еще Он потратил ТП Отдал килл Лина находит реген И я хочу при этом отметить Что Наив жаловался на пинг еще То есть это он на пинге Типа играет Ему некомфортно А что было бы в игре В которой было комфортно У него крипстат 37 на 20 У него было бы 30 Ну 40 на 40 Крипстат Или что Или как Просто жесткий разрыв Счет 2-0 Седьмая минута Преимущество 2000 Хотя дота Еще толком даже не началась Мы час ждали И за 6 минут Вот мы получили уже Практически окончание игры Дровка там пытается Прострелить Как-то Расхарасить Профита Убить крипов Но она просто Стреляет в пеньков Они поглощают Весь дэмэдж Никого не убивает Пошел под пуш С катапультой Сейчас еще кто-нибудь Залезет Задайвит Вот земель Покатился В дровку Есть Выталкивает ее А зачем он Подвышку С профитом Не знаю И денди летит Электрик Нормально Минус вся мана Какая синергия Ну ладно Не важно Забрали Но это Перетяжка инвокера Конечно Это очень Дорого Скажем так Чтобы убить четверку При этом Антоха там Продолжает Бесталу пить Они вдвоем Ну все Антохе уже Пора Свалить отсюда Да Здесь ТБ стоит Вообще У него уже Шестой уровень Есть ПТшечка есть Там что Им еще Курьер несет Фалконблейд Он просто может Эту линию Овнить А Антохе Можно переключиться Дальше куда-то Пойти Тоже самый Бот Подавить Больше Уже видим Что раздамажили Немного тавер Здесь конечно Очень тяжело Будет что-то Бейтем сделать Сразу По ТП Посмотри На мастере Сразу Айспав Кладется И Ну это просто Это жесть Да Но Как Как все просто И еще Наив просто Подходит И срезает Ветку На которой Сидит Манки Кинг Потому что Есть вард Который до этого Поставил Джакира Неужели Может быть так просто Да Все очень легко Бестмастер Я так понимаю Это Последняя его Игра В этом составе И уже ищется Новая замена Мид 2900 Против Лине Ну большой разрыв Если бы этот разрыв был Только между мидерами Но 4500 Террорблейд На Девятой минуте Он еще и покупает Драгонлендс Вообще это не норма То что он на 8 минут За 8 минут Спушил вышку Это мне какие-то отсылки К этому К второму К первому Интернешнл Я включил Один раз посмотреть Финал Ой не финал А битву М5 против Нави И М5 сломали Нави Первую вышку За 2 минуты Ну потому что Тогда типа берешь Базилку Пушишь За 2 минуты Товар падает Слушай Вышки были Такие слабые Что вот На 2-0-0 Упал Товар На верхней линии У Радиент Собственно Здесь конечно Не 2-0-0 Но все равно Обычно У нас Кэри Смещается Вниз Для того Чтобы спушить Вышку там Потому что Там ее удобнее Пушить А верхней А верхней Вот эти вот Вышка У Радиент Падает Ну значительно Позже Но в этой игре Уже упал Мид Уже упал Топ Сейчас еще Этеррорблейд Придет под форму Спушит Низ И пойдет Веселый Дот Он Dragonlance Сделает Под доминацию Как раз Такую Чтобы Комфортнее Ломать Все было Так почему Нет ему Вообще Здесь никто Ничего Не может Предъявить Вышку Забрали Там На миде Тоже Вышку Забрали Здесь Просто Скоро Бэйтам Уже Некуда Будет Деваться Вообще Так Жакеросы Дают Пакет А что Дальше Дальше Придет Наив Просто И запинать Здесь Дэнди Подходит У Дэнди Восьмой Кстати Так Вот Они Пошли И Манки Кинг Здесь Так Смотрим Минус Сямана Нажал Сандар Великолепная Игра От Наива Забрали Джакира Но Забрали Дровку Это Было 5 в 2 Атака Также Погибает Бэйн Да Джакирос Конечно Это Неплохая Цель Но Отдавать Еще И Бэйн Дровку За Него Притом Что Сами Атаковали Довольно Печально Нижний тавр Сейчас будет падать Под катапульту Туда уже пришел Земелья Сейчас он там Быстренько Разберется С крипами Фортификацию Конечно Прожали Но Все понимаем Что это Дело времени Здесь уже Ничего с этим Не сделать Давненько Я не видел На 10 минуте 6000 Золота Перевеса Такой Доминации Разницу между Кэрри В 2 2 200 2 300 2 300 2 200 Давно Видел Я вот тоже Что-то А между Мизерами Кэрри И оффлейнером Вообще Вот такой Вот там Чуть Больше Чем В 2 2 Совершенно верно Бестмастер Тяжелая Для бестмастера Игра Получилась Все Нижняя вышка Падает Иоспушивает Соло Эрспирит Берет там Кучу Золота Опыта Профит Ульта Через 6 секунд Нападение На Джакира Очередное Ну да Жестко Они его тут Конечно Замесили Будет Разменен Видимо Пеньками Очень долго Будил себя Лилина Тоже здесь Есть какое-то Продолжение Стан хороший По двоим Просто стирает Лагуной Траксу Дрорейнджа Бэйн Очень интересная Позиция Где он Вообще Откуда Он дает Этот Ультимейт Бест Умирает Просто От ульта И остается Только Дэнди В команде Бэйт Что с vision Про светок Нет Да Кончилось На нем Была Вот только Кончилось Ну Ну и ладно Восемь тысяч На тринадцатый Ну это неплохая Драка была Да Очень сильно При такой доминации Там просто Дается ульта Земель Ульта Профита И ни у кого ХП уже нет Не говоря уже О том Что Оп В макетинфа В хасту Красиво Утерли нос Можно сказать В этом моменте Так Что Утб Давайте Вернемся Все таки Драгон лэнс Уже есть Ну Будет выход В манту На самом деле Я даже не знаю Уже Всех трех Первых товаров Нет Да Мне кажется Вегейминг Просто Они в легком Ступоре Они не знают Что делать Потому что Обычно На 12.50 Несколько По другому Выглядит Дота Все тайминги Сбиты Не знаешь Куда идти Что делать Ну да Тут низа уже нет Надо ломать топ Но и топа нет И мида тоже нет Типа можно отдать Но они даже Не хотят отдавать топ Ну вот они сделали Хороший смог Сейчас Так Бэйн Под сайленсом Урна на нем Висит Пытается пожить Бэйн Но здесь его Забирают И я думаю Надо текать Дроу рейнджеру Отсюда А ты пышки Нет 14 секунд Холдаун Бестмастер Тоже Они знают Что у нее Это пышки Нет Да Это минус Дровка Минус Бэйн За эту вышку Дэнди Стоит в инвизе Снизу Профит Телепортируется У него роду Фатас А он Глейб Не разделает Здесь он просто Палится Его просветили Откидывается Торнадо Пытается жить Есть ротопатос По нему Спасают Спасают Дэнди Оттупается Сывить Как можно Дэнди Но все Откинули Ничего Нет Больше А вот так И подцепили Лину Забрать Нужно что-то Еще Откинуть Дэнди Без кп Отступает От иллюзии Тираблейда Лину Не могут Защекотать Ну хоть Кого-нибудь Хоть Кого-нибудь Убить В этой драке В итоге Мастери Закрывают Мастери Больно У гадского Нету Такая была Драка И никто Не умер Да Забавно Было Смотреть Как Бэн Полностью Лину Продержал Даже То есть Это Не какой-то Там Более Плотный Персонаж Там Не земель Это была Лина Земель Это Вообще Неубиваемая Получается У него 1200 Хотя У Лины 1500 ХП Она уже Она 12 Уровня Слишком Много У нее ХП Уже Делает БКБ Ну С БКБ Линии Никто Вообще Ничего Здесь Не делает У дровки Нет урона У нее только Драгонленз И сапожок В то время Как у ТБ Уже Практически Дофармлено Манта Там Реально Немного Остается И пошел И пошел И пошел У нас Хейс Должны Сейчас понять Где Бэйн Плюс Минус Ну не просто Жи так Туда Курица Летит А Ну нашли Дэнди Опа Как попал И просветка Ну ничего себе Не Ну это Четы Забирают Дэнди Больно Больно И начинают Пушить Тир 2 Снизу Наверное Сейчас они Спушат Тир 2 Снизу И можно Будет Под все Это Включать Форму И идти На Тир 3 9000 Перефарма Даже Вот сегодня Та самая Игра Где Гидра Супер Жестко Доминировалась На 17 Сломала Сторону У них Даже Когда Сторону Сломали Преимущество Меньше Было Да Там Было Преимущество В районе 4-5 Тысяч По-моему Здесь Я не знаю Уже Я не знаю Но хочется Как-то Для все Это Тут Нечего Говорить Это Разнос Полнейший Не видно Ничего Не видно За что Могут Зацепиться Бейты Ну Они Могут Сделать Там Один Килл Какой-то Вот Сейчас У Хейзен Пример Маны Нет Совершенно Где-то Что-то Они Могут Там Предпринять Вот Сейчас Поставили Варды Но Это Не Изменит Глобально Им нужно Просто Начать Лучше Играть Видимо Слушай Вот Сказали Что Нужно Расчехлять Пиджака В чате Пишут И Плотина Прорвется Я боюсь Что Уже Расчехлили Но Расчехлили Вигейминг И Не Пиджака Нападение На Джакира Ну Джакира Да Минус Вышка Минус Джакирос Сан Страйком Оп Прошу Зависи И Снизу Нападение На Денди Так Денди Закатывает В земель Здесь Выдаёт Все Скиллы Пытается Жить Но Хейз Прилетает Если У него Травола Лагуну Разряжает Без Жалости Нейчурс Профит Добивает Вигейминг Помимо Всего Прочего Помимо Индивидуального Преимущества Вигейминг Ещё Как Команда Действует У них Прям Слажено Всё Получается О Рошанчик Отрейден Вот Это Да Но Это Жирная Точка Сейчас Будет Поставлена Потому Что Всё Прочитано Соперником Земель Готов Закатывается Никого Нет Но Успевает Увидеть Дровку Повесить На неё Саанс Она Закатывается Куда-то Наверх Там Закрывают Бьют Прогрызает Топориком Но Там Ещё Одно Дерево Было И От Урны Не Догорает Буквально Чуть Но Земель Обновил Урну На Дорабатывает Тем временем Сгрызли Бестмастера Который Опять Пытался Капитулирован Уходит Манки Кинг На Западе Где-то Отступает На севере Бэйн Бэйн Воровать Аегис Будет Сейчас Так Бэйн Без Нейтралки На 18 Минуте Кстати Говоря Так Тут Профит На Глиф Залез Пытается Откидываться Как-то Зоник Противников Так он Чуть не Убивает Их От Макропир Там Манки Кинг Горит Ну Все Да 12000 Продолжаем Борьбу Ну Что По сути Сейчас Есть Аегис Уви Гейминг У них Уже Достаточно Урона Наверное По строениям Трорублейд Все таки Неплохой Нетворсик Имеется Руки Может быть Хорошо Лина Может быть Еще Физ ДПС Не приоделась Но Уже Может Этого Не потребоваться Минус Бестмастер Минус Дровка Знаешь Иногда Я когда Старкрафт Еще смотрел Когда там Комментировал Варкрафт Когда смотрел Когда комментировал Иногда Профессиональные Игроки Подрубали Компанию Ну Чисто так Вот Пройти Компанию Вот Это Мне Напоминает Как будто Вигейминг Подрубили Компанию И Проходят Доту В данный Момент Настолько Они лучше По этой игре Просто Настолько Разный Уровень Исполнения Именно Вот С точки зрения Индивидуального Скилла Что дальше Уже игра Она особого Смысла Не имеет Потому что Дота Это такая игра В которой Все вот эти Стратегии Все Скиллы Там Командные Передвижения Сборки Это все Имеет Значение Только Если Не проиграть На линии Вот так сильно А если Ну Ты покупаешь Там аккаунт За 5000 евро И Идешь играть С титанами Хотя Ты легенда То Ты не добиваешь За 7 минут Ни одного Крипа И не важно Что ты То есть Ты можешь Идеально понимать Что тебе нужно Собрать И сделать В этой игре Но если Твои руки Не позволяют Те этого Исполнить Ничего не получится И вот здесь В принципе Не важно Даже Что Террорблейд Сейчас покупают Он может Купить Дагон Он может Купить Хекс Он может Купить Все что угодно У него 12 тысяч У дровки 6 То есть Он в любом Случа Как не крутил Уже просто Да Это Дота Так не работает Он на 4 уровня И 6000 Ее опережает Он даже С любым Артефактом Будет сильнее Ну Просто В разы Это разная Весовая категория И К сожалению Ну Именно поэтому Вигейминг Все получилось Вот так Жестко Они проиграли Практически Все линии В бейт Конечно Они проиграли Все линии Кроме нижней На которой Ну Которую Они не выиграли Скажем так Там было Так Более менее И все И теперь Никто ничего Не может сделать Теперь уже Тотальная доминация Глейпнер У профита 11 тысяч Нетворса Глейпнер Не самый Эффективный Артефакт В Тоте Но когда У тебя Глейпнер А у инвокера Ничего Потому что Он взял себе Весел с нуля Зарядами Ими дас То ты Сильнее Конечно В 100 тысяч Раз Еще и профит Невероятно Статовый Не будем забывать У него почти 15-й Так Смоки Прожали У нас Гейминг Нашли Бэйна Ару Тем временем В сону Там походу Мангетинг Где-то В другой части Карты Да Тут Уже Любой Герой Может Соло Разбираться Дэнзи Братит Партизанец Партизане Да Опа Замедасил Квуля Убийцу Ну а там База Падает ТБ Заходит С Аегисом Мастере 08 За 21 минуту Реально В таверне Провел Буквально Пол Игрового Времени Так Ну что Они пойдут В трон У нас В гейминг Будут ломать Еще одну Сторон Да Пойдут С руки Ну не сразу Не сразу Это какая-то Ну на самом деле Это какая-то Вот все-таки Дань уважения От вегейминг С одной стороны С другой стороны Ну никому не хочется Быть каким-то Вот таким Вот Ну Скажем так Рофлить Потому что В какой-то момент Зарофлить могут И над тобой И многие верят В карму Поэтому вегейминг Играет вот так Но нави в свое время Покупали Пять догонов В таких играх И Дехвост рассказывал Как они специальную Игру не заканчивали Чтоб все успели Догон купить Потому что Ну как же это 25 тысяч На 22 минуте 25 тысяч Преимущества Ломаются Реально все здания Возможно Какой-то рекорд По перефарму Бестмастер Девятая смерть За 22 минуты Так Там Бенчи Кочет на час профита Ну вот это да ГГ все-таки О да Я просто представил Как он исчекочет И такой Давай-давай Убиваем его Вперед 27 тысяч За 22 минуты 29 киллов За 22 минуты 9 смертей У Бестмастера За 22 минуты Тут столько Антирекордов Поставлено В этой игре Что Даже не знаю Но Казалось бы Да После этого Я должен сказать Ведь ничего удивительного Играет команда Которая На ДПС Против команды Которая не на ДПС Но на ДПС То у нас бейты Правда Непонятно В каком составе Может быть Это состав С четырьмя заменами Сейчас играет А на ДПС У нас будет другой Более боеспособный Но Этот определенно Не боеспособный И все у него Очень и очень грустно Четыре килла У Дэнди Один килл У Дровки Один на МК Ну и собственно Все Даже не знаю Что пока добавить Уйдем Наверное Тогда на перерыв Небольшой И скоро вернемся С вами на вторую карту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok